И всем привет, ребят! С вами Старбак и сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Открыл я первую пятнашку ультраконтейнеров и сразу выбил новое устройство на молот, которое называется Тяжелый Слагерь. Сегодня вместе с вами мы его протестируем, рассмотрим. Ну и посмотрим, нагибает ли новое устройство на молот. Вот наконец-то у нас появляются устройства, которые интересны в балансе, то есть они изменяют именно характеристики пушки, а не дают какой-то просто статус-эффект. Поэтому сегодня мы сыграем на этом замечательном молоте, при этом еще и на HD-версии, то есть на просто новом молоте, который у нас дефолтный, который теперь такой вот замечательный двойной. И протестируем это устройство. Это устройство, которое теперь должно давать очень большое расстояние. Это, можно сказать, улучшенный слагер. Ну и посмотрим, насколько он эффективно работает и насколько он плотного контентика на сегодняшний день дает. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные обзору как раз-таки новых устройств, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше. На 1 млн кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте установите ему личный тег, тактим пэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы отправляемся в быстрый бой, сыграем на Крусейдере. Можно было бы, конечно, взять того же самого Викинга, посмотреть, как под овердрайвом работает. Но останемся на Крусейдере. Крусейдер на сегодняшний день супер актуальный, наверное, корпус, который очень хорошо подходит под любой режим. Ну и попробуем все это дело реализовать. По урону у нас, в принципе, должно здесь быть все дефолтно. Единственное, что у нас здесь лучше, это та самая замечательная дальность. Ну и посмотрим, насколько вообще далеко можно будет накидывать урончик по противнику. Так, у нас еще здесь менюшка, оказывается, стоит у меня по... не по центру. Вот сейчас по центру расходочку ставим. Так, ну и смотрим дальность. Смотрим дальность. Самое интересное это расстояние. Даем вот такую тыку. 300 урона на такую дистанцию. Но это маловато, если честно. О! Через пол карты 3 с половой? А, это именно с крита было, да? Это вообще что за прикол? Нормальная дальность. То есть я через больше, чем половину карты могу наносить урон, да? Только если это крит, 500 урона на таком расстоянии. Но 500 это маловато, если честно. Дистанция, конечно, супер лютая. Дистанция супер лютая. Тыщеночка. Тыщеночка практически. Практически через половину карты. Тут 1300. То есть это уже как будто не молот. Это уже как будто, я не знаю. Как будто это я уже на рикошете каком-то играю. А не на молоте. Да? То есть дальность здесь реально очень большая. А в упорчике? В упорчике 500. Но 500 это вроде как дефолтный урон. Как раз таки с этого молота. Но дальность очень жесткая. Если честно. Прям выглядит очень сильно. Если вспомнить старый баланс лагеря, то он был тоже неплохой, но точно не с такой огромнейшей дальностью. Да? Тут прям расстояние прям какое-то супер дикое. Да? И это выглядит прям реально очень круто. Мне вот интересно, что будет, если я, например, на викинга овердрайве прожму этот контент. Смогу ли я на другой половинной карте наносить безумно большое количество урона и уничтожать противника. Вот это вот интересный момент. 900 урона. Просто с такого расстояния 900 урона у нас залетает. Не, нам надо викинга брать. Нам надо взять викинга. Попрожимать здесь овердрайвы. Вот, например, с этой бровочки. Посмотреть вообще, как с овердрайва будет залетать у нас контентичек. Давайте переоденемся и посмотрим. Мне вот кажется, что я могу с этой бровки просто раскидать всю базу противника. Вообще просто, на раз-два. Так ли это на самом деле? Сейчас проверим. Сразу же сходу жмем аудишку, чтобы наша проверка была недолгая. При том, что мы уже летим 0.2. Здесь катка может довольно быстро закончиться. Поэтому я овердрайв прожимаю сразу. Так, ну и смотрим на дистанцию. Ух ты, пятерочка скрита. А еще и рикошет есть у этого молота. Блин, ну это очень жестко. Пятерка скрита через пол карты. Просто в навал даешь. Даже не то, что через пол. Здесь через целую карту, например, песочницы можно давать. Такой же самый урон максимальный. Так, ну давайте попрожимаем овердрайвы. Посмотрим вообще, как это будет дело работать. Мне очень интересно на дистанцию посмотреть. На дистанцию. Вот это маленькая, я бы сказал. Вот это маленькая дистанция. А вот туда... У-у-у-у! Котлетки! Залетают! Нет, это очень жестко. Это очень жестко. Под именно вот викингом овердрайвом это раскрывается намного сильнее. Вот я вот прям сейчас вижу, что вот под викинга оудиком эта вся тема смотрится намного жестче. Прям в разы жестче. Так, ну нам надо сейчас слить как-то вот этих двух молодых в упоре. Урон дефолтный. Да, здесь по урону в принципе ничего здесь нет такого сверхудивительного. Но под овердрайвом контактик залетает суперплотный. Наши тиммейты уже начинают камбэкать катку. Я, как говорится, с вашего позволения немножечко грязи здесь на оудиках понажимаю. Чтобы как раз таки чуть побольше покилять. О, покилял. Покилял! Хорошо покилял! Вот это я сейчас себя кильнул неплохо. Ну и посмотреть вообще, дотянет ли, например, вот докуда. Дотянет ли до того типа? Не, не хватает расстояния. Тут не хватает. Так, а если мы, например, возьмем широко справа. И попробуем дать, например, наверх. Или бы хотя бы вот до базы. До базы, по идее, должно долетать. Да, до базы долетает. Офигеть. Офигеть. Это жесть. Вот сколько там метров по танковым вот этим расчетам? Ну, очень много, мне кажется. Ну, точно половину карты Рио точно он тянет. Точно тянет. Сто процентов. Даже больше половины, по ощущениям, карты он тянет. И под овердрайвом начинается прям очень вкусная развалочка. Ну и надо еще придумать, как реализовывать это устройство. Я думаю, что его лучше всего реализовывать в какой-нибудь ТДМке. В ТДМке оно будет смотреться очень круто. И против ближнебоев и средней дальности пушек, я думаю, что будет вот самый жесткий эффект реализации. Успею? Нет, к сожалению, не успел. Овердрайв долбануть. Хотел аудишку вдарить здесь по противничку, чтобы успеть лажочек подстраховать, но, к сожалению, не успел. 20 киллов. На киллы, наверное, здесь даже особо смысла смотреть нет. Здесь больше нужно смотреть на сам молот. Да, и... Ну, честно говоря, я не вижу, что прям, знаете, это... Прям дисбаланс лютый. Это имба. Это 100% имба. Но... Но не дисбаланс. Но не дисбаланс. То есть, в моем понимании, это не дисбалансное устройство. Оно просто будет хорошее, жесткое, метовое устройство. А это точно факт. Да, то, что оно будет метовое, и то, что в нем есть сила. Да, с таким расстоянием, с таким молотом можно очень неплохой грязючки давать. Попробуем прожаться. Почистить базу противников. Чуть-чуть подсаппортить хотя бы нашей команде. Но и то меня довольно быстро сливают. Здесь по реализации не сказать, что супер сильно получается именно накилять, да, когда я быстро под овердрайвом сливаюсь. Ну и по сути у меня 23 килла. Я бы не сказал, что это супер много. Да, то есть, это хорошее ходовое число. Может быть, где-то я там неправильно чуть доигрываю. Да, но хочу именно максималочку. Максималочку. Прямо вот максималочку этого молота развить. По дистанции посмотреть вообще, как это все будет дело работать. Ну и пока что он меня очень сильно радует. То есть, ну вот с такой дистанции, когда ты можешь накидывать на молоте урон по 1300, по 2000. То есть, 2000 это, я так понимаю, максималка, да. То есть, я с такой дистанции максималку по типу дал. Но это очень сильно. Это очень сильно. Когда ты можешь максималку дать с такого большого расстояния. Это выглядит очень и очень достойнейше. Так, ну и попробуем сейчас вот этого еще челика набрить. Надо попробовать, я думаю, что этот молот еще реализовать в джаггернауте. Посмотреть, как в джаггере он будет себе показывать. Потому что мне кажется, что можно на этой комбинке и джаггернаута очень не кисло поразваливать. Поэтому протестируем, посмотрим, как против джаггернаута будет себе показывать этот молот. Мне кажется, что должен очень неплохо он залетать. Очень неплохо он должен давать контакта. 29 килов, 500 очков. Не, но флага я здесь не увозил. Попробуем сейчас быстро добить овердрайв. И попробуем сделать прожималову как раз-таки под наших тиммейтов. Попытка уже увоза у нас от тиммейта происходит. Траекторию... О, у меня еще оверки нету. Нужен овер, нужен овер. Шарелла залетает вкусная. Давайте сыграем под флаг, скинем. Чтобы быть бойцом. О, у нас тут трое противников. Заходят я на всякий случай. Ой-ой-ой. Прожималову сделал. Ладно, успел. Не-не-не, молот. Добить, добить, ребяточки, добить. Флаг, ну вы чего? Около доставки флаг они даже не реагируют никак. Но бери, 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 бери. Вам все равно полезней. Очки долбануть мне-то на спецаккаунте особо эти очки-то не надо. Так, ну и все. Доставочку третьего мы оформили. Неплохо. Неплохо. Тридцать килов. Ну, наверное, где-то до пятидесяти. Я думаю, что здесь можно развивать. В боях. Где-то пятьдесятку килов можно набивать. Ну и по механике реально выглядит прикольно устройство. Да, то есть мне очень сильно не нравится устройство, которое выходит с статус-эффектами. Я даже уже в моменте их перестаю даже тестировать. Вот, например, на Изиду было устройство. Я даже его не тестил. А вот такие вот устройства, которые изменяют именно характеристики пушки. Да, то есть делают какие-то новые интересные свойства. Мне очень сильно нравится тестировать такие устройства. Ну и в целом вообще как оно смотрится. Меня лично очень сильно радует. Шестьсот пятьдесят очков у нас имеется. То есть грубо здесь тысячонку можно на таком молоте зарабатывать, что выглядит очень и очень неплохо. При том, что даже здесь катка, я бы не сказал, что против слабых противников. То есть здесь противнички тоже довольно-таки неплохие. Ну и такой результат. Это хороший. Хороший результатик. Хороший. Я еще даже и резисты здесь не менял. Можно было бы здесь резы хоть какие-то одеть боль-моль под противника. А то я тут, грубо говоря, без резов играю. Противник пытается, кстати, увозить флаг. Попробовать надо обрезать. А, я не успею, да, уже? Просто метру прожал на хоппере и улетел. Овердрайв падает. Успеваю ли я? Нет, не успеваю, к сожалению. Хоппер здесь с заморозкой играет. Офигеть. Замораживает башню, конечно, очень сильно. Ну и здесь реализация, конечно, не сказать, что залетела бомбовая. 36 килов. По сути, я думаю, что мы на этом можем даже катку закончить. Не доигрывать здесь до конца. Оставить ребятам здесь фондецкий. Сейчас только флаг отобьем. Чтобы у нас здесь флаг не увозили. Я, в свою очередь, пойду сейчас пробовать, тестировать это устройство в джаггернауте. Посмотрю, как оно себя в джаггере покажет. Посмотрю, как оно себя там проявит. Ну, давайте еще одну, так сказать, лайстовую оудишку возьмем. Для контента. Для контента дадим чуть-чуть джазика по противнику. Откроются они под нас или не откроются? Да, открывается неплохо противник. Пробуем сразу вжаться. Сразу вживаемся. Ну, здесь вот под углами, конечно, в моменте. Не сказал бы, что шикарно залетает. Но так расстояние, конечно, очень жесткое. Расстояние очень сильное. Ну, и по итогу наши тиммейты еще и каточку здесь проигрывают. 43 кг я сделал за данный бой. Ну, грубо говоря, 50-ку можно выбивать. Что является очень и очень хорошим результатом. Пишите, что вы думаете по поводу этого молота. Возможно, кому-то из вас он уже упал. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и жду ваши комментарии по поводу этого устройства. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.